Девушки отдыхают Там парковки нет равных ей В прошлую субботу разыграла подругу Пришла в таком же плате на её юбилей Мисс Чувства Юмора На программе в цирке рассмешила клоунов В оперном театре смеялась час Самая красивая, всегда счастливая Ежедневно позитивом заряжает нас Мисс Чувства Юмора Добрый вечер! В эфире седьмого канала Вечернее развлекательное шоу Мисс Чувства Юмора! Мисс Чувства Юмора В этой программе мы узнаем, когда девушке смешно Когда девушке не смешно И когда девушка имитирует смех Женское чувство Юмора Оно как НЛО Вроде бы его кто-то видел Даже есть фотографии Но мало кто в него верит Индейцы племени Майя Предсказали конец света В 2012 году На самом деле это были вовсе не индейцы А одна индианка Майя И она просто пошутила Это шоу Мисс Чувства Юмора Мы начинаем! Найти девушку с развитым чувством юмора Не так уж и просто В этом нелегком деле мне помогут Два моих соведущих Актер, шоумен, красавчик Вице-чемпион Высшей Лиги КВН Ярослав Мелёфи Привет! Классный костюм Отлично, спасибо У тебя шикарный костюм тоже Отличная шутка Классное чувство юмора Не то, что у девчонок У нас Ярослав Семенин Скажи, пожалуйста, Яша Изменилось ли чувство юмора Твоей жены после свадьбы? Ну, во-первых, только что у меня изменилось имя Но... Яша! Яша! Ну, на самом деле это уменьшительно Ласкательно Уменьшительно? Уменьшительно, ласкательно, приятно А на самом деле, если быть честным То да, у моей жены изменилось чувство юмора После свадьбы Либо качество моих шуток изменилось Я ее, честно, не знаю Давай я приглашу нашего второго ведущего Шоумен Актер Телеведущий Семенин Человек, который скрывает свои доходы Не только от налоговой Но и от собственной жены Бахтиара Рынгази Привет, Ярик Ты скрываешь свои доходы? Какие доходы? У меня нет никаких доходов Нет доходов Вот видите, точно скрывает доходы На протяжении вечера Девушки будут шутить Если вам нравится шутка или девушка Вы будете нажимать лайки Так Та девушка, которая наберет больше всего лайков Выйдет в полуфинал И станет потенциальной обладательницей Короны Мисс чувства юмора Казахстана Пришло время познакомиться с нашими участницами Давайте начнем Сдалека, да? С соцсетей Участница под номером один Татьяна Ким Внимание на экран Привет Она занимается в тренажерном зале Видишь, в руках гантели И делает селфи Да, я это вижу Ну что, мне очень интересно Если честно увидеть Татьяну Я думаю, вам всем, да Телезрителям Ну что ж, давайте посмотрим Аплодисменты Мы пригласим Татьяну Кинг К нам за столик Здравствуйте Привет, дружка Привет Если честно, я Вот вообще Можно немножко, да, минуты занять Давайте мы поаплодируем Татьяне Давай Потому что я честно, да, не ожидала Я, ваша поклонница, да, в ней И мечтала вас Я, честно говоря, в шоке Что я вас вижу Я вижу вас вживую И вы живой Таня, вы смотрели программу «Вайна в онлайн»? Нет, да И... Таня, вы живете на шестом метро-йоне? Я так благодарна этой передаче Потому что я, конечно, бы В жизни бы и мое мечтание осуществила Спасибо большое, Татьяна Хотела вам сказать, что я вообще восхищаюсь Жаном, вашим творчеством Жаном? А, вы нет? Жаном Жаном вашим творчеством Можно я возьму автограф? Конечно, конечно Возьмите автограф, чтобы знать, кого как зовут Конечно Напишите, напишите мне, пожалуйста Лайки не забываем Моя бабушка вас очень сильно любит Его автограф написать? Ваша бабушка? Итак, Татьяна Вообще, эталоном красоты Ну, как бы, параметрами красоты у женщины считается Вот 90, 60, 90 Какие параметры красоты должны присутствовать у мужчин? То есть, эталон Мне кажется, самое сексуальное, это, конечно же, мозг Он должен присутствовать Какой он должен быть? Какого размера? Мозг 90, 60, 90 Мне нравится, что, во-первых, у мужчины должен присутствовать Да? Должен присутствовать нос Так, нос Нос Она сказала мозг А, мозг Я поняла Самое сексуальное Вы, знаешь, понимаете, да, что у меня присутствует нос? У вас правое место, да, я так понимаю У меня присутствует Я просто не расслышал Мозг, это самое сексуальное место Ну, для меня Он вас возбуждает Ну, если бы он меня не возбуждал, он бы меня не интересовал А вы его видели? Хорошо Знаете, еще такой вопрос Вот, когда парень идет на свидание, на первое к девушке Он берет с собой цветы Ну, сейчас это редкость Я думаю, что парень не ходит на свидание Если бы я ходил на свидание Вот Если бы я ходил на свидание Вы уберете цветами? Да, конечно Берет с собой цветы А девушка обычно ничего не берет Несправедливость? Как вы думаете, да Может, что это несправедливо? И что бы Как вы думаете, что бы вы подарили? Или что нужно, можно девушкам дарить на первом свидании своим парням? Угу С которыми я не встречаюсь Первый раз на свидание Вот Ну, я бы вообще на первое свидание бы не пошла Даже если бы и на второе бы тоже с вами не пошла А с вами бы пошла Да Представляете, мы с вами гуляем Представляете, мы с Адьяной гуляем Есть же вот эти ребята Подходят Купите даме цветы А мы же про первый подарок парням Подходит парень И говорит Купите своему парню запчасти от машины Тихо, дурачки Она хочет нас поссорить Давайте поаплодируем Таню На самом деле Таня, давайте мы с вами обсудим один факт Мало кто знает, что женщины примерно в два раза Быстрее моргают, чем мужчины Давайте все вместе похлопаем ресницами Хлопаем ресницами И? Китай? Почему? 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 Это правда вообще? Начнем с этого Ну, возможно Говорят, что девушки чаще моргают И пропускают Но если бы я пошла с вами на свидание То, конечно, я бы моргала и в три раза От волнения бы Знаете, я в жизни разные намеки слышал Я не слышал, мне можете говорить Естественность, это уже не в моде Везде есть какой-то стереотип, правильно? А юмор? Естественность не в моде? Вот если бы наращивали юмор, конечно же Блядь, ты такая естественная, иди покраси Вот, вот Первая дура у нас позади С чем мы и поздравляем, Татьяна Вы? Переходим Для первой участницы Очень хорошо, очень хорошо Пока держите Молодец Молодец, ты у нас первая Я поздравляю вас Вы набрали Как вы думаете, сколько лайков? Ну, три-четыре, может быть Ну, посмотрите Мне кажется, просто у вас кнопка не работает Вы проверьте Посмотрите, пожалуйста Посмотрите, пожалуйста Вот Просто у меня ощущение, что ваша кнопка западает Вы хотите, чтобы я проверил? Да Просто хочу, чтобы Аааа Аааа Работает Работает Двенадцать лайков, друзья Аплодисменты Ну а мы благодарим нашего партнера За оказанную нам поддержку Отель Дипломат Переходим ко второму туру Который называется Шахерезада Татьяна должна рассказать нам историю Мы должны угадать, правда или неправда это Прошу Татьяна, ваши аплодисменты Татьяна, начинайте Меня пригласили быть крестной мамой Мы собираемся на даче И каждый чем-то занят Соответственно, правильно? Ну конечно, дача Мама крестника была занята малышом Соответственно, муж с крестным Что-то там кто-то пилил Кто-то что-то в общем занимался Какими-то бытовыми проблемами Как обычно А я, чтобы не сидеть без дела Как Тимура Решили открыть бутылку вина Как доброволец Решила Что-то Пенить Пенить окна Пенить окна Пенить окна? Пенить? Щели А, запенить, да? То есть Ну или Нет Запенить это за окном А я пенила окно А вы перед окном пенили? Я перед окном пенила щели Нет, ну это на пени Пенила щели Пен и щели Пен и щели Пела Пела и щели Хорошо, я с королевым органом В итоге Я это пощенила Ой, простите Попенила В общем, все поняли Что я пенила Окна Все поняли, что вы Что-то пенили В общем, я хорошо Отпенила их И Необходимо уже было Собираться Бахтар был прав Все-таки она Открыла вино Хорошо Кстати, это было Совсем не вино Давайте Давайте подытожим Давайте дослушаем Что же происходило дальше Вечер Домой собирались Нужно собираться Конечно же домой Как мы изящно привезли От пены От пены Да Нужно собираться домой Чтобы подготовиться На утро Кристина И я обнаружив Посмотрев на свои руки Была ошарашена Потому что На руках была Некая субстанция Руки тоже были запенены Совершенно верно Субстанция Да Субстанция Я продолжаю Это материя Я продолжаю Вы не даете мне сказать Джанни Сол Вы не даете мне сказать Нет, я хочу разобраться Что такое субстанция Это когда щели на руке Это когда пена Когда щели запенены на руке Это с ума уже Здесь с вами Конце этого конкурса Я поехала домой Было темно Соответственно Сдачи, чтобы выехать Очень сложно Дорогу не видно Еду На чем Что дорогу не видно Честно говоря Здесь субстанция На чем вы едете Если так дорогу Если дорогу не видно У лошади не работает Еду На велосипеде Да Еду Никого не трогаю Еду Еду Еле-еле Поскольку Поскольку темно Я ничего не вижу Да И Как обычно У нас любят в Казахстане Вдруг откуда ни возьмись Появился Гаишник Да Конечно Появился Появился гаишник Который ко мне подходит И конечно же Говорит мне о том Что вы Нарушили Скоростной режим А я думал Он сейчас скажет Без фар Включенных едет А когда логично Она не видит дорогу Вы нарушили Скоростной режим Да Она говорит Ничего не видно И вы нарушили Скоростной режим Вы нарушили Скоростной режим И просит мне Конечно документы Как у всех Обычно Ну кто-то документы Просит Кто-то деньги Просит У меня потребовали Документы У меня потребовали Документы Так получилось Ну это для начала От растерянности Я конечно же Забыла О своих руках Забыла О своих руках Подаю ему документы Свои А у вас же рука Вот субстанция Вы Забегайте вперед Я хочу Представить Что было Вот сейчас Кульминация Я к этому плавно Подвожу Все это Зомби И убежал Я даю ему права Даю ему права И на что мне Мужчина В форме Говорит А покорите пожалуйста Свой техпаспорт Я лезу за техпаспортом Снова разворачиваюсь И понимаю Что он в этот момент Смотрит На мои руки С очень большими глазами Ошарашено И с рацией С очень большими глазами И задает Кумар был И задает И спрашивает у меня Испуганно Господи А что у вас С руками Восемь Где-то Десять Пять лет назад Инфекционный Подкожный Дерматит Хопа Вот и вы Друзья Взять же Молодцы Инфекционный Подкожный Дерматит Страшный Зуд Передается Воздушно-капельным Путем Передается Через права И Через Техпаспорт И Смотря на него Как он замолчал В паузе Просто завис Спрашивая Вам Техпаспорт нужен? И это было Буквально Секунды Потому что Я ничего не поняла Как это быстро Произошло Почему-то И права И все И фуражка И фуражка И фуражка И фуражка Полетела ко мне В салон Полетела ко мне В салон Таким образом Меня отпустили И я поехала Дома Мне кажется Что Эта история Имеет Место быть Вообще возможно Потому что Ничего такого Я там Сверхъестественного Не услышал Я думаю Эта история Могла быть В жизни Татьяны Вы со мной Солидарны Жас Да А вы Бахонти А я буду Гадким утенком И считаю Что это Не связано С ее историей Вообще Она была Но не с ней Не в ее жизни А в жизни Вон Того Помните Который С крестным Ушел Чувак Разве Мои глаза Могут врать Разве А я не на глаза Смотрю Разве Мои глаза Могут врать Глаза нет Рот Да Нет Нет Просто я Перед тем Как Собрала Подружек Всех Консилиум Гороч Девчонки Я еду На передачу Мисс Чувства Юмора Мне Нужно Срочно История И все Субстанция И в какой-то момент Заходит В какой-то заход В какой-то момент Заходит муж Одной из подружек Где у нас пена Мне это Сею Запенить надо Потом все руки Вот Собирайте Таня Что вы с нами Делаете Таня Теперь Вы должны Сказать Правда Или нет Тот Кто не угадал Ставит вам По два лайка Тот Ты не угадал Ты че Быстро Таня Быстро Быстро Отвечайте Это правда Или нет Это правда Или нет Она еще Считается Так Подожди Вот Придумывай Давай Вы заранее Не могли бы у него Спросить Она правдивую Историю Расскажет Или нет Он знал Он знал Кто Я Он Он знал Он знал Что мы договорились А ты заранее Спросил Он про тебя Говорит А кто не знает Условия конкурса Кто не знает Где Кто не знает Кто В общем нажимайте лайки И я вам скажу правду Нет Нет Условия конкурса Вы говорите Правда или нет Тот кто не угадал Нажимает лайки Но Татьяна говорит Просто честно Что это Она должна честно Сказать конечно Ух ты Это опасно Я про это сижу Татьяна Тогда у вас Полное право Сделать так Как вы считаете нужным Если выбирать лайки И Противно называть совесть Называется Не былица корыстности Да И мое достоинство То это правда Это правда Это правда Я просто когда-то работал Раз Раз И Три То что вот так вот мигает И Два Все А я специально сказал Что это не правда Чтобы вам два лайка поставить Второй тур позади Наконец-то Дамы и господа Третий тур Называется Импровизация Дамы и господа Уже мы, Татьяна, вы должны сдать экзамены на права Там, где вы не знаете правильные ответы Можете использовать свое чувство юмора Сегодня у нас в роли инспектора Ярослав Милёкин От чувства юмора участниц Наши жюри будут витать в облаках А витать они будут не просто так А в комфортабельных самолетах Авиакомпании Скат Из чувства юмора Казах, полиция Саеданкорган Казах, полиция Так, ладно Давайте, кто там следующий у нас На сдачу Проходите, кто там следующий Давайте, знаки Дорожные знаки Что за знак? Девушки бегут на распродажу Хорошо, следующий знак Это что за знак? Это мой любимый знак Это девчонки едут с клуба Ладно, следующий знак Это беременный бегемот пусть будет Беременный что? Беременный бегемот Неправильно, это Бегемот беременный Можно танцовать? Неправильно, это Осторожно Бегемот беременен Дальше Нет, я бы могла сказать Что это Дима Билан После свадьбы Но мне кажется Что это Мой бывший парень Почему? Ну вот тут же Очевидно все Дерево тут Такое Вот Мне кажется Твой бывший парень Вот он торчит с головы Видишь, кричит Ура А вообще это Двуногий олень Двухногий олень Потому что, видишь Две отрубили ему на вершину Следующий знак Оп Ну это же его нынешняя девушка Молодно Хорошо, следующий Знак Загрузка Загрузка? Да, перезагрузка А, загрузка Да Нет Это знак Значает Кружева Круженись Не тормозить У нас новые правила Давайте следующий знак Ну до этого Грузилась А это не загрузилась Что это значит? Ну, это же видно Что красненькая машина И тень Красной машины Чёрненькая Правильно Следующий знак Это мой самый любимый знак Это мой вес Понравилось вам? Ну хорошо Давайте дальше А это Рост А это мой вес Дальше Но, если вы вдруг Увидите на дороге Один из этих знаков Что нужно делать? Нужно срочно Остановить машину И выйти из руля Вы не трезвы Ну, вот этот знак Мой любимый 69 Он говорит, между прочим Об ограничении скорости Да 69 Да, 69 69 Можно ездить у нас По дорогам По грешности По грешным дорогам Казахстан Ким Сейчас мы перейдём к практике Я думаю, мы с вами постараемся Сделать это по-быстрому Потому что у меня там ещё очередь У меня сегодня много людей Хорошо Пожалуйста Я сдала теорию? Автомобиль Это будет ясно в конце Так как решат наши Вот Офицеры А что такое? А почему вы дверь не открыли? Так, сели машину и дверь не открыли И что происходит? У меня привычка Ким, давайте сначала Давайте сначала В какой вход мне входить? Во-первых, садитесь за руль За руль, во-первых, садитесь, да? А во-вторых, открывайте Он же у вас праворукой Раньше мы учились на праворукой Хорошо, садитесь на правую руку Здесь без разницы Так куда мне садиться? Садитесь за руль Где вы видите руль, туда садитесь Здесь ваша вторая шапка Она мне мешает Садимся На шапку? Нет, это реквизитка Которая вы должны молчать Опять я открыла дверь Сломала машину Так Это без... Ладно, ничего страшного Без дверей машина Давайте хотя бы закроем ее Колише вы ее не открыли Дверь закроем за собой, да? Почему без звука? Она беззвучная Хорошо, ладно Давайте, заводим машину Здрасте Заводим машину Видите, здесь колеса на сиденьях Ничего страшного Так, заводим машину Заводим машину Одной рукой машину Я не могу ее завести Мне нужна веревка Чтобы вы меня дернули Я вас дерну, в принципе Правильно, вот правильно Сейчас все делаете Заводим одной рукой машину Другой инспектора Пристегнитесь, пожалуйста Вот так, да Так Вы едете за рулем, да? Нет, руль у вас Вы забрали его Я тоже Я тоже пристегнусь Сейчас Готов Трогайся Поехали Афуф, афуф Поехали Притормози чуть-чуть Притормози Руль возьми Руль не взяла Возьми руль, конечно А что он у тебя на колене лежит? Так он у вас На, возьми Зачем вы ему кидаете? Возьми ли усами Это горшок На руль Тут просто до этого Да ладно Одна боялась ехать Так, все, едем Едем, едем Ты смотри за дорогой Я смотрю, смотрю Притормози, пешеход идет Притормози, все Бабушка пусть пройдет Мальчик пусть пробежит Подожди, улица пусть проползет Рыбка пусть проплывет, подожди Пуля пусть просвистит Вы что курили сегодня? Экспо пусть пройдет, подожди Куда ехать? Направо, налево Подожди, подожди Пусть годы пролетят Я должна Вы должны говорить мне заранее Я не могу ориентироваться Вы меня сбиваете Вы говорите То направо, то налево То направо Я все время путаюсь в ваших показаниях Куда мне ехать? Едем Трогайся, трогайся Кстати, я тебя вспомнил Ты же меня 29 раз вот тогда сдавала Сегодня 30-й С юбилеем тебе Все, стоп Останавливайся Опа, осторожно Ничего себе Твое кресло так тормозит Так я же пристегнусь Сидим, сидим за рулем Сейчас будем парковаться Давай, сейчас попробуем Машину выключить зажигание? Нет, нет, нет Давай, заднюю скоро включай Я не выучила до сих пор Не так, не так, рычаг есть Зайду скоро включаем Я не помню Все, давай, я немножко помогу Смелее, смелее, смелее Паркуемся, паркуемся Право, влево? Паркуемся, паркуемся Смелее, смелее, смелее Я не знаю, куда рычаг дергать В зеркала смотрим Уже едем Давай Давай, давай Я уже, кажется, приехала Давай, давай Еще, ничего страшного Что? Ты? Подожди, мне жарко Татьяна Гим Ярослав Мелехин У нас участница номер два Анастасия Третьякова Внимание на экран Расстегни, пожалуйста Анастасия Третьякова Видите, в скобках Пушкина Значит, она у нас будет Не только смешно шутить Но и в рифму шутить Она готовит эликсир юмора Эликсир юмора Нет И знаете, друзья, я понял Вот она, субстанция У нас есть частный самолет Нет, у нас есть программа Фотошоп Подождите Там кто-то есть Не смотри на зад Вы видите это? Я боюсь подходить, но я показал бы Я подойду Я не боюсь Подойди, подойди Мне не видно А, действительно А давайте позовем все-таки Настю Анастасию Дамы и господа И спросим, кто это Анастасия Третьякова А, знаете, вы вот появились И сразу же хочется Что тебе хочется? Пустит Что случилось, ребята? Эх вы, молодежь Не жадничайте Просто вы меня так подкалываете Прям у вас такие шутки Прям колки Серьезно? Да, я аж прям сижу сидеть не могу А, это не шутки Запомни, Настя Выживет смешнейшая Хорошо Сейчас стало модно Делать пластические операции Вы за это? Или же вы все-таки За естественную красоту? Я против Против естественной красоты? Нет За пластические операции? Нет Против? Против? Да, пошла Вот и началось потихонечку Вот, уже интересно Где у меня ногти? Где мои ногти? Да, да, вот И потом В супе! В супе опять твои ногти! У меня идея Давайте послушаем Настю Давайте Тур второй Называется у нас Шахерезада Ес! Ну что ж Мы тебя слушаем внимательно Было это давным-давным-давным-давно Ой, там на море Вот и начинается вот это Восемь лет назад Нет Ой, там надо Помнишь мультик? Так вот Полетела я отдыхать с родителями на море И как это бывает Я познакомилась с молодым человеком Ну, было Как это бывает? Как это бывает обычно? Не знаю, Настя, не знаю, как это бывает В общем, познакомились мы с молодым человеком Познакомиться с молодым человеком не знаю Он был иностранец И говорили мы с ним на абсолютно разных языках Не понимали Да? Конечно, хочу! Он все время писал мне записочки Нет, записочки А, записочки? Да, он писал мне романтические записочки У него не было телефона? Посылал Это была какая страна? Оставлял цветочки И это была Турция. Где? Турция. Ну, это где вот дальше? А так это часто делают ребята. Так вот, да, он писал мне эти записочки. И в последний день, когда я улетала, он позвал, говорит, Анастасия, выходи на балкон. Ну, я думаю, дай выйду, улетаю, последний день, ну, можно немножко и цену. Можно и выйти на балкон. Да, можно и выйти на балкон. Выхожу на балкон, но слышимость там отличная. Третий этаж. Слышимость чего? Слышимость вообще, то есть всего. Там слышно, как я вас сейчас слышу. И летит 5-килограммовая книга. Уже не записочка, а там мемуары. В общем, выхожу на балкон, говорит, О, Анастасия, выходи. Я говорю. За меня? Нет, просто выходи. Я говорю, нет, и начинаю рвать его записочки. О, да. Они так красиво, красиво летят. Скоро, коро, минна, десадоте. Да, 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 давай, 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 уходи, не надо. Еще способно, ага. В общем, ну, думаю, ну, уходить так уходить красиво. Я разворачиваюсь. То есть на него вот это падает? Да, на него это все падает. И он смотрит дальше на тебя? Я забываю, что я закрыла за собой стеклянную дверь балкона, которую я все время жаловала, что уборщицы ее плохо убирают, плохо моют. Ну, в этот день они оторвались на меня, помыли ее как следует. В общем, я разворачиваюсь и со всего маху проверяю турецкое стекло на прочность. Чем? Это эффектный уход был. Ты понимаешь, что все, пошла и бэ-бэмс. Да, я врезаюсь в это стекло носом, лбом, я не знаю, звук был, ну, прям. А снизу он катается. Он катается в этот момент в этих бумажках. Причем это были не записки, а акции. И он вдвойне угорал. Да, я разворачиваюсь, думаю, господи, мне так стыдно. Закрываю за свой балкон, мама говорит, господи, что-то угоралось. Она говорит, подожди, не уходи, давай еще раз. Отрепетируем. Да, отрепетируем, нет. Я считаю, что это, ну, придумать такое тяжеловато, да? Это, я считаю, что это правда, это правдивое. Во-первых, для блондинки. Да, придумать тяжеловато. Я говорю, правда. Правда. Единственное, я не понимаю суть конфликта. Почему именно Анастасия решила именно порвать их и уйти? Но, с другой стороны, как бы, вот, пообщавшись с Анастасией сейчас, я понимаю, что, в принципе, это имеет место быть. Это возможно, да. Я считаю, правда, правда. 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 И это? Ложь. Ложь! О, лох! Вот, вот мы здесь и по-па. А почему это ложь? Лизь. Ну-ка. А почему это ложь? Ну, как вы нас развели? Ну, видите, у меня ровный нос. Ровный, ровный нос. Ровный нос. Она думает по ставке в уроки, но когда врешь, поворачивается. Да, да, да. Да, да. Видно, вырос. Нет, на самом деле, это было 50 на 50. В стекло я не билась. Тогда один лайк. И ты поставил за него один. Что, я не понял, это ложь или не ложь? 50 на 50. Нет, давайте еще раз этот, это, на самом деле, она сейчас подловила нас круто. И мы поставим пока лайк. Если честно, да, я теперь начинаю догадываться, если бы Настя повернулась и ударилась бы об стекло, в первую очередь она явно ударилась бы ни лбом и ни носом. Настя, ваша задача уговорить супруга взять в жены еще пару девушек, чтобы вам всем вместе легче было вести хозяйство. Если у вас закончатся доводы, то предлагаю использовать в эти моменты чувство юмора в роли супруга. Сегодня у нас Бахтиар Аренгазин. Спасибо! Удачи! Победительницы «Мисс Чувство Юмора» мы хотели подарить путевку в Боровое. Но нас поддержал туроператор Казьюнион, поэтому главный приз – путевка на двоих в экзотическую страну. Мисс Чувство Юмора Жанна Минкельдем. Ой, все время забывай. Дорогая, я пришел. Устала, наверное. Да, дорогой, у меня появилась идея. Что? Тебе нужна еще одна жена. Как тебе такая идея? Что? Что ты говор... Ну, милая. Извини, не тайм-танца. Что? Что? Тебе нужна еще одна жена. Одна такая женушка. Можно две? Три? Четыре? Пять? Они же как мультиварка. Три в одном все делают. А я сижу, отдыхаю. Зачем? Ну, дорогая, ну, я же только от тебя люблю. Ты же у меня одна единственная, любимая, ненаглядная. Ну, в принципе... Ну, милый, у нас будет столько времени проводить. Мисс. Ты знаешь, у меня есть небольшой списочек, буквально совсем маленький. Маленький, маленький. Кто может быть на роль... Кто может подойти на роль моих вторых, третьих, четвертых, пятых, шестых, седьмых и так далее жен? Это соседка с первого этажа, соседка со второго этажа, соседка с третьего этажа. Так, на четвертом ремонте. Моя подруга Камила? Твоя подруга Камила, сестра твоей подруги Камилы. Девушка, спаси нос. Сестра? Сестра! Сестра сестры подруги Камилы. Сестра сестры подруги Камилы, сна наш, сен, жены, карн-даса. Ладно. Хорошо. Сколько жен ты хочешь? Не рви списочек, он мне еще нужен. Сколько жен ты хочешь? Ну, давай для начала семь. Я буду вас назвать по дням недели, ты у меня будешь понедельник. Почему это понедельник? Потому что, как говорится, понедельник день тяжелый. Это значит, мне все время все тяжелое. Нет, я должна быть самой главной в этом доме. Ну, самое главное, но понедельник это же самый главный день, я не знаю. Ты будешь самая главная, ты будешь бай-бещей. Бай-бещей знаешь, как переводится? Бай, то есть богач и бещей. Нет, 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 я хочу так же, как ты, приходить домой, причем идти так весело-весело. Но как только подойду к двери, сразу же у меня усталость, моментом захожу, дорогая, дорогая, устал, устал. Потом, начинаю гладить себе пузо, но это же у нас обычный ритуал. Погладила, нагладила, значит. А потом подхожу и говорю, а вы что здесь все семеро делали-то целый день? Ну, во-первых... Как ты руки не обжег, до сих пор не жгет? Вот я бы это хотел... Я хотел об этом и спросить. Ты что-то гладила, да? А ты догадался прям. Это, во-первых, а во-вторых, у меня нет пуза. А ты... Ты же у меня давно поезд-то носишь для утяжки, милый. Да, 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 да. Ну, я же тебя-то столько лет знаю, дорогой мой. Да, да, да. А они же от тебя сбегут, все твои семь. Все сбегут от меня? Да, я не думаю, что они все отмезут. Слушай, а если у нас будет очень много жен, то... Точнее, у меня будет, если очень много жен, то какие обязанности будут у тебя? Ну, у меня тоже есть пару вариантов. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Жасан Камбаев. А еще? А еще кто? Ярослав Милехин. Ого! И все, все. А других-то имени, фамилии не знаешь? Ну как? Они же здесь сейчас написаны. Ты сядь, почитай, список немаленький и времени много будет. Слушай, дорогая, давай, как говорится, обойдемся без лишних жен и мужей. Нам и так с тобой хорошо или классно. Давай просто вспомним нашу молодость и наш первый танец. Ого! Ты помнишь те движения, которые я... С помощью которых я, собственно, тебя и соблазнил? Да, тогда пил Ярик. Еще это был... Это был пригородный ресторан, там пил Ярик. Кстати, выключи телевизор, а то везде жасан Камбаевчик. Да. Вот. Танец помню, а может быть ты включишь музыку? Я хочу поставить музыку. Где здесь у нас музыка? А? Вот она. Аспангакарай бджолу. Я же тебя соблазнила-то. Да, да. Ты меня так зашла в клуб. Я тогда была чуть-чуть под алкоголем. И потом вышел я. Кто здесь? Кто здесь? О, ты здесь! Пойдем. 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 Это Настя, Настя! Спасибо! Наша участница под номером 3 – Баян Ибрагимова! Баян Ибрагимова! Какая она! Бородатая! Какие идут эти очки! Мне кажется, знаете, сейчас за штурвалом самолета Настя Не едет, летит в шару А вот этот парень, вот этот парень об этом знает! И вам все, пока! Там, оказывается, за штурвалом Настя, я пошел! Ну что ж, дамы и господа, встречайте! Баян Ибрагимов! Ну, Баян, Баян, расскажи честно Ты сейчас двух зайцев убила? Ты прилетела сюда и сразу же как бы смену отработала? Или прилетела сюда? Нет, сегодня у меня выходной! А, выходной? Сегодня выходной, да, завтра А так можно было, да? Стюардесса у нас, Баян! Стюардесса по имени Баяна! Стюардесса, да, давайте поапланировать! Стюардесса по имени Баяна! Баяна! Это ужасная работа! Это ужасная работа! Давайте поменяемся! Абудаби летать! Вот эти стангулы! Это ужасная работа! Мне тяжело! Я вот фрезеровщиком работала! Именно поэтому я здесь... Хотите ли вы дойти до финала? Да, я хочу дойти до финала! Хочу! Хочу, хочу! Нужно быть веселой, смешной! Хочу заработать на своем путешествии сама! Конечно! В конце концов я хочу... Она хочет летать в самолетах, сидя! Да, не стоя! Хорошо! Что... На что вы готовы пойти? На что вы готовы пойти в шоу «Мисс Чувство Юмора» ради финала, ради первого места? Шутить? Давайте! Мы к этому и ведем с самого начала! Давайте шутить! Давайте! Итак, первая шутка! Не удалось! Дальше! Вторая шутка! Четче, четче! Не слышно! Это твоя дикция! Ясно! Следующая! Просто мне интереснее вас слушать! Я не хочу вас перебивать! У меня просто такая возможность появилась! Ребята пригласили! Я хоть сразу здесь все выдам! Я реально сижу два года дома! Мне общаться не с кем! Ещё раз! Конечно, Бояна! Это супер передача! Ой, Бояна! Высокая и веселая вообще! Просто... Мы не успеваем вставляться! Я думаю, первый тур... Мы подытожили! Да, первый тур закончится! Ура! Ура! Классная шутка! Классная шутка! Классная шутка, Бояна! Молодец! Жанна этого не слышали! Только что Бояна сказала, такой классный! Смотрели рекламу про порошок? Вот в это время показывают! Говорила она эту шутку! Ну, блин, давайте шутить! Ну, ну, конечно! Давайте шутим! Давайте шутим! Давайте, давайте! Бояна, начинайте! Рви, Бояна! Ну, Бояна, как вам, как у вас настроение? Вы... Все суперское! Все суперское? Да, спасибо! Прямо размешили! Это мисс, наверное, не чувство юмора, а мистера... Мистера из... Мистера из... Мистера! Мистера! Ну, вот... Мистеры, чувство юмора! Ну, я помню это, когда мой дядя приезжает в городскую больницу и говорит, Мистера! Мистера на шахетте! Мы переходим ко второму туру, который называется Шахерезада. Ваша задача, Бояна, рассказать нам историю из вашей жизни или придуманную, желательно веселую, потому что у вас разные истории были. А мы должны будем угадывать, правда или выдуманная история. Хорошо. Прошу, не былиться или былиться от Боян. Мы очень надеемся, что это будет действительно смешная история. Прошу, Боян, начинайте. Я тоже надеюсь, что вам понравится. Ну, давайте тогда и я тоже надеюсь на это. Давайте, и они тоже будут надеяться. Все. Эта история произошла со мной в детстве. Мама ушла по магазинам, я сидела дома ждала, дожидалась ее. Была просьба у мамы, чтобы я ее дождалась и закрылась на ключ. Ну, чтобы грабители домой не проникли. Вот. Чтобы родители домой не проникли? Нет, грабители. Ну, грабители. То есть, мама попросила закрыться тогда, когда она придет? Да. Нет, я должна была закрыться и ждать маму. А, все понятно. Вот. Так случилось, что я сидела, смотрела мультик, заснула. Когда, ну, когда проснулась... Можно переписать, да, это? Нет? Да, да. Перепишите ее мемуары. Нет, нет, ничего страшного. Все хорошо. Вы заснули, и когда вы проснулись уже... Да, да. Когда я проснулась, я слышу стуки, гам, и смотрю в окошко кто-то... Какой-то мужчина ломится. Я испугалась, да. Думала, все, грабители. Мне было страшно. Начала плакать, что делать, не знаю. Под подушку и... Под кровать залезла. А сколько лет было ребенку этому? Нет, это не ребенку. Ну да, я про вас. Это мне было. Мне было тогда 9 лет. Взяла, схватила свою мишку, обняла его, не знала, что делать. Мишку? Мишку. Мишку взяла, обняла. У вас наушники. Мишка, в смысле, сосед? Да, Стаса Михайловна взяла, обняла. Пой, Мишка, пой. Всем мне нагло. Ну, ой. Вот. Потом я думаю, что делать? Надо же, там, позвонить. Ну, на помощь позвать. Набрала домашний телефон бабушке. Звоню бабушке, говорю, бабушка, бабушка. Вот. Злой волк. Злой волк. Нет, я говорю, бабушка. Кто-то в окно, да? Мне страшно, кто-то и в окно пытается... Окно пытается взломать и дверь уже пытается взломать. Что делать? Бабушка тут всем табором собрала всех родственников. Вот. Они собрались уже ехать и знают, что делать. Бабушка цыганка. И тут в итоге получается... Нет. Не бабушка цыганка. И тут в итоге дверь открывает, но... Дверь открывает мама, вся в слезах. я остаюсь в слезах. Оказывается, просто я уснула, и мама около двух часов пыталась... Ограбить дом. Не ограбить дом, попытаться попасть домой. Так, подождите, и пожарные, и мама... Да, мама, получается, позвала... И два часа они могли попасть в дом. А мама, наверное, говорила, не разбейте стекло! Нет, наоборот, разбейте стекло, там же моя дочь, не надо ее спасать. А как они два часа били стекло, не разбили? Просто... Нет, она пожарник спитала. Пожарники пытались, да, через окно лезть, медвежатники взламывали дверь, мама скучалась, да. А я спала, да. Я почему-то думала, что это грабители, а не мама. Нет, на самом деле, если это правда, то это у маленького ребенка, девятилетнего, ну пусть не сильно маленького, но это может быть... Тем более, когда ты представляешь, с просонью просыпаешься, а у тебя тут кто-то в окошко, бум-бум, мама тебе наказала, закройся от грабителей, подготовила, понимаешь, подготовила твою детскую психологию к этому. От грабителей закройся, и тут ты просыпаешься, помнишь маме слова, от грабителей, тут к тебе и в дверь, и в окно, и со всех сторон, короче. Я не знаю, я тоже Мишку обнял, наверное. Нет, ну я же бабушке еще позвонила. Я не только Мишку обнял. Я бабушке позвонила в первую очередь, объяснила всю ситуацию. Я понял, еще успели позвонить. И в итоге оказалось, что это была мама. Мама перепугалась, я встаю сейчас в слезах. Девять лет, девочка спала, обняла Мишку, ну понятно, грабители. Конечно же, это неправда. А вот я считаю, что будет к сердцу, потому что в девять лет, как может ребенок в девять лет так крепко спать, чтобы не услышать стук в дверь, обнять Мишку, в это время позвонить еще бабушке, объяснить подробно всю ситуацию. Так что, Баян, вы мне кажется, лготеп. Ну я на самом деле тогда поддержу Баян. Это правда. Я переобулся. Я переобулся. Я запутал Бахонти. Хорошо, Джазан, я вам хочу сказать, что вы запутали не только Бахонти. Я считаю, что это правда. Две правды, одна неправда. Наш вечный злодей. Неверующий человек. Вечный злодей кашель. Кашель бессмертный. Кашель бессмертный. Кашель бессмертный, выходи. Кашель с баблом. Итак, Баян, ну расскажите, правда это или нет? Это правда. Это правда? Это правда. Итого 4 лайка. Раз и два. Спасибо. Походу оставилики, да? Все, отлично. Итог. Баян такая веселая. Мы переходим к третьему туру, который называется импровизация. Третий тур, импровизация. Вы устраиваетесь на работу в Океанариум и проходите собеседование в роли инструктора, его величества, король эпатажа Жас Гамбайю с собственной персоной, который получил пиджак от Хайрата Мертаза. Давайте идем готовиться, да? Проводим. Проводим. Чтобы наши участницы чувствовали себя, как рыбы в воде и стали акулами юмора, съемки программы проходят в Океанариуме Думан. Пись, чувство юмора. Так, собеседование продолжается. Кто там? Следующая. Здравствуйте. Вы, да, пришли устраиваться к нам в Океанариум? Как вас зовут? Меня зовут Мухит Балыковна. Очень приятно. Мухит Балыковна? Что, что, что? Очень приятно. Мухит Балыковна меня зовут. Очень приятно, Мухит Балыковна. Очень люблю рыбок. Вы очень любите рыбок? Люблю морепродукты. Вы хотите устроиться к нам на работу? Да. Вы суши, значит, любите, да? Да, я люблю суши. Хорошо, я тогда вас проверю по технике безопасности. Когда приходишь рано утром на работу, что в первую очередь надо сделать? Покормить рыбок. Правильно, покормить надо рыбок. Чем? Чем надо кормить рыбок? Такими же мелкими рыбками. Такими же более слабыми рыбками? Более слабыми рыбками. Да, все правильно. Хорошо. Что делать, когда все черепашки собираются вместе? Это значит? Что? Снимать мультфильм «Черепашки-ниндзя». Правильно. Следующий вопрос. У акулы застрял в зубах аквалангист. Что надо делать? Спасать акулу. Спасать, в первую очередь, акулу. Все правильно. Что делать, если рыба всплыла брюхом вверх? Ну, может, она загорает, лежит, отдыхает. Живот не загорел, нужно ей полежать. Неправильно. Значит, у Каликива сегодня рыбный день. Вы умеете с дельфинами общаться? Знаете, дельфины изы? Пробовала, можем попробовать. Давайте. Давайте. Что значит, когда... Дельфину плохо. Нет, ты говоришь, фу, а кто с фу? А что значит... Это значит, дельфин заговорил на тюлене мозги. Он хочет кушать. Он хочет кушать. Правильно. Ты знаешь, дельфин изык, давай поговорим. Дельфинный язык продолжается. Что обозначает, когда дельфин говорит... Ему скучно. Правильно, правильно. Ему скучно. Какой танец выполняет пингвин во время брачных игр? Ну, вам показать нужно? Да, покажите. Как-то вот так. Классные плавники у пингвина. Ты должна уметь давать приказы обслуживающему персоналу. Давай потренируемся. Давайте. Прикажи кому-нибудь что-нибудь. Дайте моржу боржоми. Дайте моржу боржоми. Дайте моржу боржоми. И отгоните бомжей от моржей. И отгоните бомжей от моржей. Давайте теперь целиком фразу. Дайте моржу боржоми. И отгоните бомжей от боржоми моржей. Дайте бомжу боржоми. И отгоните моржей от боржоми. Морской конь это что? Это морское животное. Морское животное? Да. Как можно сварить бишпармак из морского коня? Никак. Морское тесто нужно, а у меня его нету. Морское тесто морские казахи нужно. Это вообще ватрау. Ну что ж, давайте подытожим наш сегодняшний конкурс и посмотрим, какая участница сколько лайков у нас заработала. Внимание на экран. Боян, 27 лайков. Анастасия, 33 лайка. Ну и... Гордо проходит в полуфинал у нас Татьяна с 53 лайками. Браво, Татьяна. Браво. Давайте пригласим Татьяна Ким. Таня, 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 Таня. Татьяна Ким. Мы вас приглашаем в полуфинал с этим маленьким, но очень гордым лайком. Согласна, спасибо. Да, и вы можете стать потенциальной обладательницей мисс чувства юмора Казахстана. Увидимся в полуфинале. Татьяна Ким. Мисс чувства юмора. Она с утра накрасила спящего мужа, детей отправив в школу выходной. Завезла с микроби, кота и попугая, с хорошим настроением вернулась домой. Мисс чувства юмора. Она себе недавно купила машину, на автопарковке нет равных ей. В прошлую субботу разыграла подругу, пришла в таком же платье на ее юбилей. Мисс чувства юмора.